МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народная газета с передовицей трубит главной новостью региона о том, что губернатор Сергей Морозов подал в отставку и теперь новым руководителем области. С приставкой в Рио назначил ставленник президента России Владимира Путина Алексея Русских. По прибытии в областной центр Русских начал понемногу знакомиться с городом, в котором ему предстоит работать как минимум полгода до выборов нового губернатора области 19 сентября. Шеф-редактор издания Андрей Николаевич Творогов отметил, что уже на следующий день после вступления в новую должность Алексей Русских посетил кафедральный Спасо-Вознесенский собор, где встретился с митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгеном. Подробнее в разделе события. Газета, опираясь на данный ТАСС, подвела итоги работы Сергея Морозова, который возглавлял Ульяновскую область 16 лет, что является абсолютным рекордом среди действующих российских губернаторов. За время его служения народу в должности губернатора ВВП Ульяновской области вырос более чем в пять раз, а вот численность населения области за 16 лет снизилась почти на 10%. Уровень безработицы сократился на 2,8%. Подробнее о других статистических данных читаем в разделе «Итоги». К менее официальным новостям. Раздел «Форум» рассказывает о прошедшем съезде фермеров Ульяновского региона. Отмечается, что среди продукций ульяновских товаропроизводителей наибольшей популярностью пользуются сыры, колбаса, молоко, кондитерские изделия и мед. Мероприятие посетила глава Ассоциации фермерских хозяйств России Ольга Башмачникова. Она отметила, что успехи фермеров из Ульяновской области стоит транслировать как образцовые на всю страну. Подробнее в материале на восьмой полосе «На фермерах регион» держится. Рубрика «Потребитель» рассказывает, почему не стоит выкидывать изломанные электронные гаджеты просто так в мусорные баки. Утилизация технических средств в процесс непростой. Однако это намного безопаснее для окружающей среды, чем просто выбрасывать гаджеты в мусорку. По словам специалистов Роскачества, выбрасывать, к примеру, мобильный телефон с бытовым мусором нельзя, потому что в составе устройства есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде. Они долго разлагаются, что негативно сказывается на экологии. Традиционно в заключении обзора на Народную газету напоминаю про невероятно интересный кроссворд «Тюльпан» и телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах Народки. Журналист газеты «Ульяновская правда» Андрей Маклаев готовится написать диктант победы. Он напоминает, что в этом году в Ульяновском регионе, собственно, как и по всей стране, будет отмечаться 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. На очередном заседании регионального оргкомитета победы первым обсуждаемым вопросом стала готовность к традиционному патриотическому проекту «Диктант победы», который в этом году пройдет 29 апреля. Также Ульяновская область снова примет активное участие в международном проекте «Сад памяти», приуроченном на этот раз к 80-летию с начала ВОВ. Центральное мероприятие акции запланировано на 8 мая. В этот день рядом с УЛГТУ заложат аллею из 165 деревьев, рябин, лип, черемок, высаженных в форме георгиевской ленты. Подробнее на страницах издания. К региональным журналам. Весенний номер историко-краеведческого и культурно-просветительского журнала «Мономах» посвящен знаменитым женщинам Ульяновской области. Вероника Жабер рассказывает историю невероятной женской дружбы с ульяновским краеведом Татьяной Громовой, которую регион совсем недавно скоропостижно потерял. Последний материал, который готовила к публикации Громова, должен был выйти в декабре прошлого года. Совсем скоро ее не стало, но материал на сопках Маньчжурии, посвященный симбирским Аненковым, жившим во второй половине XIX – начале XX веков, опубликован в апрельском номере. Научный сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова Ирина Смирнова знакомит читателей с образом Натальи Ренкевич-Киндяковой, которая являлась прототипом героини романа Ивана Гончарова «Обрыв». О знаменитом докторе Лизе сообщает Валентина Лакунина. Она рассказывает о том, что Елизавета Глинка в девичестве Паскребышева по линии мужа тесным образом связана с Ульяновской землей. Здесь жили и работали известные симбирские глинки. Также знаменитый врач неоднократно посещала родину предков своего супруга. Подробнее на страницах журнала. О замечательном художнике Елене Холодилиной и ее живописи увлекательно рассказывает Татьяна Пластова, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Журнал «Богатый» иллюстрирует работы художника. Здесь можно полюбоваться картинами в летних полях, осенний месяц, автопортрет, поле после дождя, пейзаж с белыми синицами и озимые. О других не менее заметных материалах журнала «Мономах» расскажу в следующих выпусках. К национальным изданиям. На первой полосе 15-го номера газеты «Канаж» на чувашском языке интервью с Виктором Глебовичем Егоровым Аван Мартом. 17 апреля он отмечает свой 60-летний юбилей. Член Союза чувашских художников, заслуженный деятель чувашской этнокультуры, лауреат премии имени Василия Миты и Ивана Яковлева, дипломат международного конкурса «Рещиков по дереву, поющий дерево в Саранске», победитель и призер международных конкурсов скульптуры в Польше и Италии, участник республиканских и областных, а также всероссийских выставок. Многие деревянные скульптуры Виктора Аван Марта хранятся в музеях России, Америки, Германии, Италии, Китая, Франции, Финляндии и Японии. Виктор Аван Март родился в 1961 году в деревне Чебакова Ядренского района Чувашии. Учился в Ульяновском государственном педагогическом институте. После учебы остался работать и жить в Ульяновске. Для нашей области это большой подарок. К районным газетам. За прошедшую неделю так или иначе многие районочки кричат на своих передовицах о назначении в Рио губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Однако есть и другие не менее интересные новости вне политики. Журналистка-еженедельник Ульяновского района родины Ильича Александра Дубова рассказала о том, как нескучно провели весенние каникулы школьники района. Разнообразную увлекательную программу подготовили районы библиотеки. Весенние каникулы – это небольшая передышка в учебном году. Проводя каникулы в библиотеке, ребята получают положительные эмоции от встреч с хорошо знакомыми и новыми литературными героями. Подростки улучшают навыки общения, развивают интеллектуальные и творческие способности, пополняют багаж необходимых знаний. Журналистка старомайенских известий Наталья Алешина отыскала капельки тепла. Она рассказывает о том, что в читальном зале поэтического кафе в старомайенской библиотеке прошла встреча под романтическим названием «Тепло от весенней капели». В нем собрались любители поэзии и краеведения, члены старомайенского центра активного долголетия «Бодрячок». Они продолжили знакомиться с современными поэтами родного края, с большим интересом собравшиеся, выслушали обзорный экскурс по выставке книг, представленный авторами различных жанров современности, которую провела для почитателей литературы библиотекарь Наталья Жирнова. Подробнее на страницах районки. Издание «Новое время» базарно Сызганского района. Лишь только под снежник распустится срок, лишь только приблизятся первые грозы. На белых стволах появляется сок, то плачут березы. Рубрика газеты «Дары природы» рассказывает о правильной технике по сбору березового сока и его бесценной пользе для человека. Березовый сок обычно собирают в конце апреля-начале мая, когда на березах набухают почки. В это время начинается сокодвижение в стволе деревьев. Думаю, что совсем скоро мы уже сможем насладиться свежим урожаем. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Обозреватель Максим Скворцов рассказывает, что сдача норматива в ГТО в нашем регионе набирает популярность год от года. За пять лет работы Центра ГТО уже более 50 тысяч человек подали заявки на прохождение комплекса. Руководители Центра ГТО поясняют, что уже более 10 тысяч жителей региона выполнили комплексы на золотые, серебряные и бронзовые знаки. Именно знаки, а не значки, как это было в советское время, поскольку сегодня знак ГТО имеет статус государственной награды. Подробнее в рубрике «Актуально в статье в ГТО, как в кино». Также Скворцов проинтервьюировал хоккеиста Сергея Филатова, который вернулся после долгого перерыва в клуб «Волга». Интригующие подробности возвращения ищем на пятой полосе спортивного вестника. В материале «Дом всегда один» Ион Вульяновский. Об этом и других новостях из жизни спорта в регионе читаем на страницах еженедельника «Чемпион». Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Ултправда.ру» и «Медиа 73». Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок уже через неделю.